большинство трейдеров услышав про ложный пробой морщится как от зубной боли и только единицы воспринимает этот паттерн как подарок потому что они знают как на нем хорошо зарабатывать смотрите это видео и вы научитесь использовать силу ложного пробоя с выгодой для себя добрый день с вами адмиралс меня зовут лембиту в первой части в сжатом видео разберем самые важные для торговли особенности паттерна вы узнаете что не каждый ложный пробой можно использовать в трейдинге и научитесь их различать во второй части будут примеры они сделаны в виде теста задача теста научиться видеть предпосылки формирования ложного пробоя с высокой вероятностью не секрет что ложный пробой приводит к резкому движению цены поэтому ближе к концу расскажу как сильный импульс использовать для входа в сделку на канале адмиралс помимо моих видео есть уникальные живые уроки александра элдера если хотите первыми узнавать мнение легендарного трейдера о текущей рыночной ситуации подписывайтесь на youtube адмиралс и жмите на колокольчик также на канале много материалов по price action в открытом доступе это видео сделано на основе онлайн вебинара но ролик запаздывает и не включает уникальных вопросов разбираемых на занятии поэтому кто хочет первым знакомиться с материалами присоединяйтесь к нам по ссылке в описании онлайн встречи проходят каждые две недели по вечерам четверг эту презентацию можно скачать по ссылке в описании из группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже без регистрации группе много материалов по трейдингу в свободном доступе самый проблемный ложный пробой возникает при боковом движении поэтому при отсутствии тренда паттерн лучше игнорировать либо входить на границы диапазона когда цена возвращается обратно это самый неудачный вариант для сделки и мы его рассмотрели скорее как предостережение видите боковое движение проходите мимо в крайнем случае работайте от границ пример ситуации когда лучше дождаться тренда не испытывая судьбу на ложных движениях совсем другое дело когда ложный пробой формируется на тренде в этом случае движение имеет хороший потенциал для продолжения и ложный пробой будет подсказкой возникающей накануне импульса но нужно дождаться окончании пробоя как это сделать расскажу в ближайшее время посмотрите на график не правда ли в такой ситуации может показаться что short лучший вариант если цена пробьет поддержку то нужно продавать на самом деле продажа в такой ситуации чаще всего приводит к убытку потому что трейдеры попадают ловушку как это происходит сейчас расскажу вначале все идет по стандартной схеме формирования отката если вы регулярно терпите убытки при входе на откате посмотрите мой вебинар 3 главные ошибки при входе на откате ссылка на него будет в описании в какой-то момент трейдеры видят что откат не развивается а переходит в консолидацию есть группа трейдеров которые воспринимают любую остановку цены как разворот такие трейдеры решат что пробой консолидации подтвердит смену тенденции и выставит свои заявки sell stop для входа на пробой флага в короткую часть трейдеров решит что сформированный флаг это временный баланс сил и цена скорее всего продолжит рост эти трейдеры войдут лонг от уровня и поставят стоп ниже благодаря действиям этих групп под уровнем появится плотность заявок sell stop и stop loss пробой нижней границы приведет к активизации рыночных заявок и цена резко устремиться вниз те кто открыл короткую сделку выставят стопы за уровнем агрессивно или за хаем консервативно те кто организовал этот ложный пробой рассчитывали что смогут удержать цену а как только график вернулся в диапазон движение вверх начали поддерживать стоп лимиты поначалу эта схема может показаться сложной но от ее понимание зависит сможете ли вы предугадывать и входить в сильные импульсные движения поэтому чтобы видео не потерялось поставьте ему лайк второй вариант ложного пробоя на тренде также возникает при формировании флага но здесь ситуация сложнее вначале посмотрим как выглядит ложный пробой потом расскажу как он формируется а после объясню почему ситуация непростая цена выросла но выше она пойти не может потому что в зоне сопротивления стоит большой продавец откуда мы знаем что там стоит большой продавец очень просто если есть тренд значит есть желание покупать а следовательно цена будет расти но мы видим длительную остановку цены на уровне что может остановить в этом случае движение верно большое предложение то есть большой продавец в какой-то момент цена пробивает сопротивление и импульсно идет вверх после чего резко возвращается под уровень это важная подсказка поэтому разберем ее подробно каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов кто-то будет закрывать свою длинную позицию кто-то планирует открыть короткую в какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена пойдет резко вверх формируя новый минимум на восходящем тренде сегодня только вкратце затронуть тему фигуры флага кому интересны детали посмотрите ролик фигура флаг полное руководство ссылка на него будет в описании так происходит некоторое время вовлекая в рынок все новых и новых участников кто-то воспринимает сформированную фигуру как двойную вершину кто-то видит фигуре откат на тренде все участники исходя из своего представления о будущем движении размещают заявки чем дольше цена стоит в консолидации тем больше капитала будет вовлечено в этот финансовый инструмент выше уровня сопротивления будут стоять стопы медведей и заявки buy stop тех кто хочет присоединиться к движению на пробое уровня а лимитные покупатели создадут скопление заявок на покупку в зоне нижней границы флага пробой сопротивления приведет к скопившим со стопам и заявкам buy stop что вызовет импульсный рост чем дольше формировался флаг тем сильнее будет импульс все меняется когда цена возвращается под уровень потому что это может произойти только под напором агрессивных рыночных продавцов чтобы активно продавать там где большинство будет покупать нужно иметь основания о том как их просчитать буквально через пару секунд пробой поддержки приведет к активизации стопов и усилит снижение это движение заставит принимать экстренные меры все быков которые раньше еще рассчитывали на рост цены эта паника приведет к усилению снижения если вместе скопления покупателей оказались продавцы то скорее всего мы чего-то не знаем это о чем сейчас расскажу поможет избегать подобных ловушек поэтому чтобы видео не потерялась поставьте ему лайк пусть на младшем таймфрейме цена растет зная что тренд обычно продолжается ожидаем роста но после пробоя цена импульсно уходит вниз так может произойти только если за сопротивлением было много продавцов но как они там появились одним из объяснений случившемуся развороту может быть нисходящий тренд на старшем таймфрейме оценив подобную ситуацию увидев ложный пробой флага можно было войти в очень хорошее движение практически в начале с минимальным риском для глубокой проработки темы нужно научиться видеть на графике какой вариант ложного пробоя даст возможность войти в сделку по тренду и максимально заработать поэтому прямо сейчас переходим к тесту первый пример посмотрите на график и скажите какое движение цены скорее всего заманит трейдеров ловушку готовы начали все верно пробой сопротивления многие будут рассматривать как конец тренда вверх что станет ловушкой пример 2 как думаете какой пробой скорее всего будет ложным верно пробой против тренда опять ложный кстати на этом графике еще есть один похожий пробой когда подобное случается часто это говорит об ослаблении тенденции третий пример ярко выраженная тенденция ложный пробой сопротивления мог заманить ловушку сделки против тренда пример 4 коварства ситуации в том что цена медленно снижается и может показаться что любой пробой будет ложным пример 5 в данном случае ложный пробой был не очень сильным поэтому те кого выбило по стопу могут решить что нужно было просто взять стоп больше но это неверно кто не хочет совершать таких ошибок посмотрите видео так нельзя оставить стоп лосс ссылка на него будет в описании пример 6 цена долго стояла в диапазоне после чего попыталась пробить сопротивление и резко продолжила тренд пример 7 если из примеров сделайте вывод что один пробой не меняет тренда значит свою задачу я выполнил важно понимать пробой уровня может служить предпосылкой к смене тенденции но изменения часто происходят с инерцией пример 8 в этом примере важно было обратить внимание на сильный импульсный рост думать что после сильного роста начнется такое же сильное снижение неверно особенно когда откат незначителен пример 9 если максимум и минимум становится все выше и выше неправильно ждать что пробой уровня сразу приведет к развороту восходящего тренда пример 10 увидели правильное направление пробоя хорошо думаю что к 10 упражнению стали лучше видеть где сформируется ложный пробой а это значит каждое повторение помогает вырабатывать навык видеть прибыльные паттерны а пока тренируетесь вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому пожалуйста поставьте ему лайк хорошее движение правда сейчас расскажу как можно было здесь войти в сделку когда разбирали схему показал что медведи открывающие сделку на пробой поддержку выставляют стоп либо за уровень либо за максимум и когда цена пойдет вверх эти заявки ускорят движение создавая поток рыночных ордеров на покупку вернемся немного назад теперь мы понимаем где будут стоять стопы медведей но перед сделкой нужно решить две задачи первое избежать входа в лонг если цена продолжит снижаться и вторая открыть лонг в начале импульса вверх с минимальным риском решить их можно красивым способом разместив заявку buy stop там где стоят стопы медведей и тогда если цена пойдет вниз лонг не открываем а если продолжится рост откроется сделка на покупку в начале импульса пользуясь этой подсказкой вы научитесь входить сильное импульсное движение но пока не научитесь самостоятельно быстро пользоваться схемой вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому поставьте ему лайк для входа в короткую нужно оценить тренд и войти на возврате цены под уровень заявкой сел стоп а сейчас подведем итоги по тесту подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантированно если набрали меньше пяти баллов тест не прошли от 5 до 8 средний результат лучше попробовать еще раз 9 и выше баллов отличный результат если понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза подписывайтесь на youtube канал адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч